1, 2, 3, 4 Ежедневно подопечные центроверы занимаются физическими занятиями в тренажерном зале, бассейне или, как в этот раз, на свежем воздухе. Сегодняшнее занятие с палками не случайно. Совсем скоро команда пенсионеров отправится на соревнования по скандинавской ходьбе в Балашиху. Мы, конечно, обязательно поедем. Наша команда в количестве 10 человек однозначно и в весеннее и осеннее время мы обязательно едем и всегда приходим первыми. Мария Савельевна обязательно будет в этой команде. Она спортсменка со стажем. Говорит, ходьба дарит ей новые силы. Ноги судорога не сводит. Ну просто, ну прекрасно чувствуешь. И дыхание, вот вдох, как будто что-то пошло в голове. Так хорошо. После разминки все выходят на дистанцию. Торопиться не надо, советует Людмила Лозинская. Ровное дыхание помогает дольше оставаться в строю. И ничего, что Татьяна Ивановна пока шагает позади всех. Она сегодня впервые на тренировке. Решила использовать лечебную ходьбу в борьбе с астмой. Чтобы дыхание нормализовалось. Я смотрела на тех, кто ходит. Я живу на лесной, и они вот через лес ходят, значит, очень многие. Я думаю, надо им ее попробовать. Глядишь, и попадет Татьяна Ивановна в команду спортсменов и будет участвовать в соревнованиях. К слову, последние как раз проходили в конце августа в Чеховском дворце спорта. В спартакеаде тем, кому за 60 это мужчины и кому за 55 женщины, можно было проявить свои силы в легкой атлетике, плавании, пулевой стрельбе, настольном теннисе, шахматах. Роза Ивановна Золина заняла второе место в личном зачете городошного спорта. А Виктору Федоровичу Сашину подарили пирог как самому возрастному участнику спартакеады. А ему 88. Я и в городки играл, стрелял, по софете был. Каждый, кто посещает в Центре Вера группу здоровья, отмечают, движение резко улучшило их физическое самочувствие. А кроме того, появился новый интерес в жизни. Ведь здесь они имеют возможность общаться. А это, возможно, даже важнее. Себя лучше чувствуешь. Во-первых, общаешься с людьми. Просто прекрасное настроение после всех этих мероприятий. Татьяна Брылова, Михаил Решетов, Елена Кошелева, Видное ТВ.